Сегодня он выступит у нас с лекцией. Лекция проходит в рамках программы, которую фонд ВИСИ делает в музее истории ГУЛАГа. Это долгосрочная программа, которая называется «Процессы опыта искусства в музее». Она разделена на несколько блоков. Сейчас у нас проходит блок свидетельства, в рамках которого на пятом этаже в Мансарде музея проходит выставка «Особые приметы». Там представлен проект Томаса Киннона и Элли Вайтсмана, который называется «Череп Менгеля». Они обращаются к истории обнаружения и идентификации останков Йозефа Менгеля в Бразилии в 1985 году. И на примере этой истории они анализируют переход от эпохи живого свидетеля к эре судебной экспертизы. То есть от показаний очевидцев к показаниям экспертов-свидетелей, которые в суде представляют результаты научного анализа данных, полученных в местах военных преступлений. «Российский Центр судебно-медицинской экспертизы» – это головное учреждение нашей страны по всем вопросам, касающимся судебной медицины. Наш Центр – многопрофильное учреждение. Там работают представители самых различных специальностей. Там и химики, там и физики, там и молекулярные генетики, там врачи общего профиля. Ну и обязательно работают представители точных наук. Вот наш Центр, как таковой, если говорить о прошлом, возник в 1931 году. Так что вот совсем недавно у нас была круглая дата. Наш отдел возник в 1935 году. И сейчас, вот я представляю четвертое поколение, мы никогда не теряли основных тем наших работ. Это вопрос идентификации личности в целом. Идентификация личности возникает в самых разнообразных ситуациях. Иногда это требуется в том случае, если человек ничего не может о себе сказать. Либо по возрасту, если это маленький ребенок, либо по болезни. Вот тогда мы проводим экспертизу. Экспертизу возраста, ну и прочее, прочее, прочее. Если у нас есть объекты сравнения, то переходим на идентификацию конкретного человека. Это носит название персональной или индивидуальной идентификации. В том случае, когда обнаруживают трупы, очень часто это бывают очень сильно измененные трупы или разрушенные трупы, то в этом случае также проводится экспертиза идентификации личности. В том случае, если находят костные останки, фрагментированный или целиком скелет, то опять-таки это наша задача. Но иногда бывают мелкие фрагменты. И вот совсем недавно, несколько лет тому назад, мы имели возможность проводить идентификацию двух сожженных людей, от которых осталось, ну, где-то больше ста грамм. Ну, наверное, вы догадались, что речь идет об идентификации сына и дочери последнего императора Николая II. Вот что можно сказать по этому поводу? Ну, достаточно много. Иногда мы исследуем зольные останки, где кости представлены настолько мелкими фрагментами, что глазам совершенно невозможно ничего сказать. Я помню два случая, когда мы оказались вообще бессильны решить эти вопросы. В тех случаях речь шла о целенаправленном сожжении останков в течение длительного периода времени с последующим тщательным удалением всего, что было в качестве золыни. Мы даже пытались в этом случае по нагару что-то сказать, но нам не удалось. Вот за всю мою практику было таких два случая. Что такое идентификация? Ну, во-первых, идентификация – это очень сложный процесс. Он начинается с решения самых общих вопросов. Ну, на самом деле, есть ли смысл продолжать идентификацию, если мы установили, что мелкие фрагменты костей или зольные останки принадлежат животному? На этом заканчивается. И мы говорим о том, что эта экспертиза пришла к выводу, что эти останки принадлежат животному. Иногда нам удается, если более крупные фрагменты, сказать, какому животному. Ну, не более того. В том случае, если имеются фрагменты костей, разрозненные кости, не говоря уже о полном скелете, то мы обязаны определить очень многие параметры, прежде всего, касающиеся групповых характеристик. Ну, во-первых, что кости принадлежат человеку – это раса. Человеку какой расы? Европеоид, монголоид, какого антропологического типа? Северный европеоид или средний европеоид? Или южный европеоид? Какого роста этот человек? Какого телосложения этот человек? Какие его соматические характеристики? Допустим, ширина плеч, размер головного убора, размер обуви, ну и так далее, и так далее. Это речь идет о групповых признаках. После того, как с групповыми признаками мы определимся, последующее исследование должно касаться другого класса объектов. Это объекты, касающиеся тех следов, которые этот человек оставил. Это могут быть фотографии, это могут быть рентгенограммы и так далее. Но в этом случае уже речь идет о персональной, либо индивидуальной идентификации. Вот сегодня я покажу вам слайды и познакомлю вас с некоторыми методами идентификации личности. Вот в этом плане. Вот после того, как мы разобрали систему с другим и с третьим, другую задачу нам нужно решать. Например, пару лет тому назад мне довелось проводить одно исследование по просьбе церкви. Речь идет об одном человеке, который канонизирован, как местно чтимый, и в дальнейшем, учитывая его статус, ставит вопрос о канонизации его в ранге общерусских святых. Когда мы увидели эти остатки, то мы ахнули. Мы ничего не могли понять, почему в таком ужасном состоянии они находятся. Длинные трубчатые кости, они обычно округлые, а здесь были распластаны, как листы пищей бумаги. Многие кости были сплошь забиты мелкими частицами, напоминающие известь. Вот единственными фрагментами костей, по которым можно было что-то сказать, это часть черепа и кости кисти. А от нас требовалось, чтобы мы сказали все, что мы можем. Да, методики определения длины тела у нас по кисти есть. Здесь мы легко определили. С расой и возрастом мы разобрались по фрагментам черепа. А как быть с другими признаками? Почему такие кости? Вот мы сделали спектральные исследования и установили, что для уничтожения останков использовалась негашенная известь. А регион – это подзолистые почвы лиственных и хвойных растений. Эти почвы, которые имеют небольшую кислотность. И совершенно понятно, почему в агротехнике засыпают эти земли, как удобрение извести. Но почему по отношению этого человека использовалась известь? Вот большую помощь тогда оказали нам архивисты, которые нашли документы, говорящие о том, что, учитывая, что этому человеку поклонялись после смерти, власть – это массовые поклонения, то власти боролись с этим и старались уничтожить эти остатки. Например, проложили дорогу через его могилу на кладбище. Второе. Забетонировали эту область могилы, где он находился. А потом, это уже по словам очевидцев, использовали, разрыли могилу и засыпали ее известь. Это, фактически, речь идет о том отношении наших властей, которое было по отношению верующих людей. И нашли в архиву документ, который датировался 1971 года. Так что, во всех этих случаях, мы обязаны сказать все, что только мы можем. И в этом случае мы проводим исследования, например, такие. Если труп сжигали, то где? В топке или в кострище? Ну, на самом деле, в топке температура примерно одинаковая, что в правом, что в левом углу, что в центре. А в костре не так. В костре какие-то кости могут оказываться по перферии кострища, какие-то в центре. Следовательно, будет совершенно различная степень коления, которая нами отлично методами инфракрасной спектропоскопии улавливается. Очень важно знать и времени сожжения, и условия сожжения. По отношению детей Николая Второго, я уже говорил, там помимо воздействия высоких температур в кострище, еще была использована серная кислота для уничтожения. Серная кислота не случайна. Это 18-19 год. Тогда тех методик, которые есть сейчас, той аппаратуры, которой мы ее располагаем, не было. И самым основным методом определения, кто это, это было узнавание, опознание. Вот для того, чтобы исключить опознание, использовалась серная кислота. Даже если бы нашли эти захоронения, а их нашли только позднее, много, то опознать этих людей было невозможно. Вот в таких вот случаях мы и работаем. А сейчас мне бы хотелось вам показать презентацию, которая касается различных методов опознания. Вот это классики метода, разработки метода и портитации вечности. Это криминалист Альфонс Бертилион. А это сэр Фрэнсис Гайеттон. Известный биометрик, двоюродный брат Чарльза Дарвина. Благодаря ему и был разработан другой метод. Но об этом чуть позднее. Вот здесь речь идет об антропологической идентификации личности, которой мы называем Бертилионаш. Он был разработан примерно в 1870-х годах. И автор рекомендовал измерять 12 размеров. Это размах рук, это высота стоя, высота сидя. Это некоторые размеры головы, некоторые размеры ушей. Кисти, стопы. Вот зная эти размеры, можно было бы определять достаточно быстро любого человека, который проходил по этой системе регистрации. Но, естественно, удержать все эти размеры с точностью до миллиметра невозможно. Поэтому каждый размер делился на три части. Маленькие, средние, большие. И человека нормировали вот этими цифрами. От единицы до трех, по 12 признакам. Одинаковых людей по этой системе не существует. Трудность какая? Очень трудно точно измерять. Альфонс Бертилион это хорошо знал и выучил только одного человека, своего ассистента, точно мерить. Больше никому не доверял. Для того, чтобы использовать в других местах, проводили стажировку в Париже. Но Париж в то время был совершенно другой, безопасный, красивый. Это место интеллигенции. Туда охотно все ездили осваивать эту методику. В 95-м году впервые был использован метод дактилоскопии. Дело в том, что Альфонс Бертилион установил, что если смотреть все пальцы, то в принципе встречаются три узора. Это дуги, петли и завитки. А поскольку пальцев много, то возможность встречать человека с одинаковыми узорами на конкретно пальце очень сложна. Но тем не менее, идентификация возможна и по единичному пальцу. Но в этом случае нужно отслеживать и другие узоры. В частности, это окончание попиллярных линий, это наличие глазка между попиллярными линиями и так далее, и так далее. Таких признаков, которые носят название именуции, достаточно много. Примерно около 18. И вот частота встречаемости вот этих признаков, если взять человечество в целом, встречается в одном случае из нескольких триллионов. А вы помните, что количество населения сейчас это 10 в девятый, но приближается 10 в десятой степени. То есть это близко не подходит к тем значениями, которые были в то время отработаны Фрэнсисом Гайтоном. Вот это как раз то, что позволяет перейти от группы к индивиду и причем установить вероятность встречи того или иного набора признаков. Есть и другая методика. Она достаточно интенсивно используется только в одном штате, в Калифорнии. Это методика Иоанна Рейли. Она касается размеров ушей. Но во всех случаях, и в случаях бертеллионажа, и в случаях дактилоскопии, и в случае идентификации по ушам, обязательно нужно одно, чтобы были базы данных. И идет исследование по отношению баз данных. Если человек в этой базе не зарегистрирован, то совершенно невозможно его, используя эту базу данных, вычислить, кто он. Поэтому основа всему это наличие баз данных. очень редко бывают те случаи, когда зубочелесная система идеально образцово-показательна. Но даже в этом случае размеры коронных зубов у разных людей будут отличаться. Будут отличаться по высоте, будут отличаться по ширине, и будут отличаться по некоторым аномалиям. Вот это вот практическая экспертиза, которая проходила в 65-м году по нашему отделу. Речь идет об одной даме, которая утонула в Черном море. И решался вопрос о неопознанной женщине, которая была обнаружена, не является ли вот гражданкой по фамилии С. Вы видите, здесь разметка хорошая, вы видите криминалистические приемы скольжения, наложения, репеража, и это само по себе дает очень большой объем информации, который позволяет эксперту прийти либо к тому, либо к другому заключению. Либо к тому, что представленные фотографии и без вести пропавший человек это разные объекты. Либо сказать, что представленные труп и представленные фотографии принадлежат одному человеку. В дальнейшем этот способ будет использован при экспертизе Менгеля в первую очередь. Есть вот такой способ. Его разработали сотрудники нашего отдела. Речь идет о идентификации личности по ногтям. В двух плоскостях идентификации возможно. Возможно, по линии отделения периферической части ногтя от основной части ногтя. Эта линия, как правило, прерывистая и если сложить, то выпуклость заполняется впадинами и так далее. Вот этот способ использован был в экспертной практике. И в то же время ногти имеют ребристость. Если вы посмотрите при хорошем свете на свои ногти, эту ребристость вы видите. И по этой ребристости, которой тоже у человека, у каждого человека индивидуально, возможна идентификация. Вот это то, что называется сигналитическая фотография. это изображение человека в анфас и профиль. И в том случае, если этот человек вдруг сменил свою фамилию и говорит, что он вовсе не тот, за кого вы меня принимаете, возможно идентификация причем исследования портретов. До недавнего времени идентификация личности по портретным особенностям выполнялась в плане словесного портрета. Но сейчас разработаны методики точные, которые позволяют говорить о чистоте встречаемости того или нового варианта допустим глаз, бровей, губ и так далее. И проводить идентификацию портрета на количественном биометрическом уровне. Вот возвращаясь к экспертизе Менгеля, может быть было первое, что нужно было сделать, это провести сопоставление Менгеля на фотографиях 30-х годов и его же, но под другой фамилией во время нахождения его сначала в Аргентине, потом в Бразилии. И убедиться, что это один и тот же человек. методикой портрет. И если говорить о методике словесного портрета, то это самый простой способ судить о положении, направлении, ширине, асимметрии и так далее. Но здесь требуются очень большие навыки. я могу назвать лишь несколько людей, которые являются профессионалами в этом деле. И еще дифференцировать человека, то есть сказать, вот это изображение не относится к этому человеку, здесь достаточно по одному признаку. А вот чтобы установить, что два изображения принадлежат одному человеку, это достаточно непростая задача. Вот это портретная идентификация 124-й лаборатории Ростова-на-Дону. Здесь фотографии погибших людей во время чеченских событий. Вы видите, что несмотря на некоторые посмертные изменения, они установлены. Есть другой способ. Что касается фотографий, то там обязательно нужно выполнить требования, чтобы сравнимые фотографии находились в одном ракурсе. а это достаточно непростая задача. У меня был аспирант из Ордания. Он занимался как раз портретной идентификацией. Он приходил в морг и фотографировал трупы в положении анфас, ну и близким к профилю. а после получал фотографии из паспорта. Как правило, из паспорта или других документов. Очень часто они не соответствовали по ракурсу. И поэтому большая часть вот этой работы пошла в корзину. Первоначально надо иметь хотя бы фотографию этого человека, а потом уже его фотографировать. Но это возможно далеко не всегда. Гораздо проще снять с трупа маску. И эту маску можно поворачивать в любом ракурсе, подбирая ту или иную фотографию. Под ту или иную фотографию. Вот здесь как раз показаны вот эти вот маски, которые используются как способ идентификации личности. вот здесь вот видите маска паскаля даже есть. Реконструкция лица по черепу. Но это не метод идентификации. Также не методом идентификации является и компьютерная реконструкция внешности. Этим методом используется только лишь в одном случае. Если этот человек не известен и его облик нуждается в узнавании теми, кто его хорошо знал при жизни. Этот способ используется до сих пор. И совершенно безразлично сколько человек признают его за своего родственника. Потому что в дальнейшем судебные медики, правоохранительные органы получают возможность собрать необходимую сравнительную информацию, фотографии конкретных семей и проводить то или иное исследование. Конечно, работы много, но эта работа уже гораздо легче, чем искать иголку в стыг в сене. Вот это реконструкция видуса Беллинга, которая была выполнена у нас в отделе. Сейчас это уже метонированный гипс, сейчас это полноценная отливка бронзовая и должен сказать, что она мне очень нравится. С этой работой у меня связаны некоторые воспоминания. Поиски захоронения экспедиции Витуса Беринга велись достаточно давно, но осуществились в 91-м году, во время русско-датской экспедиции на острове Беринга. Именно тогда были обнаружены останки Витуса Беринга и его сотоварищей, которые умерли во время зимовки. Для археологов то, что это Витус Беринг было известно с самого начала, поскольку сохранились воспоминания его сотоварищей, которые они поместили в свои книги. Это в частности Свен Ваксин написал об этой экспедиции и Георг Стейлер написали тоже. Свен Ваксин писал «И только лишь один наш Беринг был привязан к гробовой доске». Понимать это нужно так. моряки имеют обычай если кто-то умер на корабле кладут на доску привязывают груз и спускают в море. Поэтому это было сказано и рассказательно. Этот человек находился в подобии гроба сделанном из реек с большими промежутками. Почему? В это время они как раз ремонтировали свой корабль и каждая дощечка была на счету. Сделано было исключение только для одного для руководителя для капитана командора Юта Сиберина. А все остальные были похоронены без гроба в сауне. Когда мы привезли реконструированный облик Беринга в бюсте нас спросили а кто это? Это было в Петропавловске и Камчатском а спросил нас губернатор мы сказали но археологи четко знают что это Беринг а вы нас спрашивают пришлось сказать а мы не знаем он так удивился и говорит ну надо же было вас приглашать для того чтобы услышать подобное а что для этого нужно я говорю ну в настоящее время известно только что на русской службе он с 1703 года что он скончался в возрасте 60 лет что он датчане и все больше мы ничего не знаем ну а что вы предполагаете я говорю единственный способ это провести идентификацию этого человека по каким-то по каким-то другим критериям и вот таким вот образом в течение очень короткого времени мы исследовали родословную Витаса Беринга к этой работе было подключено очень много людей в том числе из нашего российского центрального архива там оказалась одна из потомков Витаса Беринга и в течение очень короткого времени вот это мощное раскидистые древа Беринга от сына Йонаса от сына Томаса было нам известно и мы стали собирать портретные особенности и считали что если портретные особенности одного рода и другого у человека близки они восходят к общему предку а если отличается чем-то облик то это принесено врачующимися парами женщинами род это оказался чрезвычайно много сделавший для нашей страны там например был генерал фельдмаршал Гурко он имеет отношение к этому роду там был обер полицмейстер Тимаш обер полицмейстер это второе лицо после губернатора и если вы хотите познакомиться с его известностью то советую посмотреть у Алексея Константиновича Толстого есть ода которая называется от гостомысла до Тимашева это как раз вот до этого Тимашева там были представители рода корфов а среди моих знакомых нашелся один корф я его призвал и попросила рассказать то есть чрезвычайно интересно вот таким образом был создан метод идентификации человека по достоверно известным потокам и здесь даже вычислена была вероятность ошибочного решения который составляет такую величину 10 минус 15 степеней вот вероятности оценки чрезвычайно важны в нашей практике если говорить о нас как представителях судебной медицины то мы наиболее компьютеризированные и наиболее математизированные как специалисты а вот слева изображен Михаил Михайлович Герасимов в своей лаборатории пластической реконструкции который сделал очень много совершенно блестящих реконструкций и который нам молодежи говорил ну вы знаете все таки если посмотреть на мои реконструкции то они все похожи на меня тем или другим а вот если посмотреть на реконструкции тут он называл свою ближайшую любимую сотрудницу Галину Вячеславовну Лебединскую она удивительно красивая положительная и он говорил а вот ее реконструкция похожа на нее вот таким образом было очень ненавязчиво засвидетельствовано что каждый человек и его дело в чем-то похуже ну в данном случае внешне и говорил что реконструкция это не есть облик когда-то жившего человека это максимальное к нему приближение ну если вы посмотрите интернет на Андрея Боголюбского Андрей Боголюбский это великий князь который отказавшись от Киевского престола ушел на северо-запад и Владимира Сударьского княжества это основа могущества в дальнейшем московского государства то в том случае мы несколько поправили своего учителя по некоторым признакам поправили мы и в экспертизе Федора Ушакова проверьте посмотрите интернет я думаю что вам будет интересно и абсолютно прав он когда говорил что это максимальное предложение мы нашли некоторые недочеты по очень малому числу признаков ну 4-5-6 признаков но всего тут признаков около сотни а он всегда говорил а я интуитивно все делаю методика количеного портрета по отношению черепа и по отношению фотографии дело в том что Мертельон предлагал 12 размеров для многих сегментов тела вот это разработка нашего отдела который говорит о том что если взять любой признак и его расчленить на 5 частей с известной частотой встречаемости допустим очень маленький размер встречается в 11% случаев маленький размер встречается в 22% случаев большой в 33% ну и так далее то мы получаем уже точные количественные определения биометрического плана по всему многообразию признаков черепа который также по этим признакам разделен вот на 5 классов и фотографии здесь совершенно не требуется не требуется субъективное какое-то восприятие здесь нужно единственное чтобы правильно измерить для этого существуют целые фолианты как и что какие признаки измерять ну правда тоже умудряются делать ошибки но все таки реже и вот таким образом мы можем уже встречать разные объекты череп лицо по одним и тем же признакам краниофациальная идентификация краниофациальная идентификация краниум это по латыни череп фатис лицо до недавнего времени у нас этот метод назывался метод под совмещение в англоязычной литературе метод супер импозиции но вот истоки этого метода они очень давние это одно из первых идентификационных исследований которые осуществили английские ученые глейстер и брэш по поводу идентификации изабеллы рекстон изабелла рекстон это жена жена одного врача врача который сделал все возможное чтобы исключить узнавание удалил волосы срезал кожные покровы и фактически оказалось только череп с небольшим пластом мягких тканей казалось бы ничего сделать нельзя было и вот тогда вот эти два ученых провели сравнительное исследование черепа размеры ультуральной величины его известны а вот что касается размеров лица изабеллы рекстон в натуральную величину здесь помогла диадема в которой она сфотографировалась и эту диадему представили врачам проводившим исследования и по этой диадеме они привели фотографию к натуральному размеру а дальше вопрос только касался соответствия по ракурсу вот эта первая экспертиза которая в нашей стране была выполнена первым руководителем нашего отдела профессор Юрий Михайлович Кудлицкий в то время он был кандидат он был кандидат наук его работа касалась установления времени сожжения трупов и его частей то есть с него все началось это дело по убийству секретаря истринской правды Чикина и здесь впервые было использовано совершенно другая система оценки здесь не требовалось приведение фотографии лица в натуральную величину здесь размеры лица подбирались по размерам черепа а дальше уже смотрели частные признаки вот таким образом этот метод стал массовым и достаточно хорошо используется во всем мире с теми или иными модификациями этот метод использован также в экспертизе Менгеле Менгеле вот это следующая модификация этого метода когда исследуется череп как объемная структура эта методика была разработана ныне покойным Сергеем Сергеевичем Абраму она достаточно эффективно используется используется но недостаток и того и другого подхода заключается в том что количественные характеристики идентичности не там не там не исследуется там все основано на достаточности с точки зрения эксперта который выполняет экспертизу а определить достаточность или недостаточность иногда бывает очень сложно ну кстати если говорить об экспертизе Менгеле то вопрос о достаточности тоже не был решен это немножечко другой вариант той же методики этапы сравнительного исследования сейчас пошли работы по 3D по 3D идентификации которые связаны с новым уровнем техники появились компьютерные программы которые позволяют проводить бесконтактные измерения эти программы правда несколько недоработаны до нашего использования но это вопрос времени вот это наш штатив этот штатив соединен с компьютером это поворотный столик который позволяет нам устанавливать ракурсные положения черепа по горизонтальной вертикальности с точностью до 10 градусов но этому предшествовала очень большая работа на черепах здесь было выяснено что определение угла профилировки зависит от геометрии лица чем лицо уже и нос чем более спина носа более выступающая то это так называемое кленовидное лицо то здесь достаточно 50 градусов чтобы почти доехать до профиля а если взять плоское лицо допустим манголовида где все равно то нам тогда нужно повернуть до профиля чтобы убедиться что лицо изменилось изменилось свои трактории но это мы научились делать вот здесь показан случай кранеоффициальной идентификации где разметка точек производится независимо мы точки сначала курсором наносим на лице затем на черепе и при наличии ракурсного соответствия в автоматизированном режиме это накладывается одно на другое и смотрится расстояние между одноименными точками как правило они не совпадают но почему потому что толщина мягких тканей все-таки является каким-то препятствием которое не позволяет точно выйти на краниометрическую точку но измерить расстояние между этими точками можно вот эти расстояния между одноименными точками называются невязки и эти невязки являются теми признаками которые дальше исследуются по определенным многомерным статистикам в частности дискриминантным анализом а дискриминантный анализ дает возможность перейти к точному учету степени совпадения какого-то комплекса допустим из 18 точек из 20 точек и так далее и точно сказать что допустим решение задачи вероятное это при функции пиель от 0.95 примерно до 1 хотя 1 не бывает бывает 9.9 после запятой но это высокая степень ну и так далее и так далее то есть здесь переход на четкие количественные вероятностные характеристики метод идентификации личности по рентгеновским снимкам очень долго существовало мнение что вот разработали метод молекулярной генетики генной дактилоскопии и все проблемы сразу решились это не так дело в том что достаточно давно в экспертной практике уже известно что если есть прижизненная вентгенограмма и если этот фрагмент скелета присутствует то решение задачи будет либо сугубо отрицательное при совпадении многих точек либо либо утверждение о том что это принадлежат одному человеку несколько лет тому назад исчезать стали мальчики это по-моему связано было с Одинцова там такой маньяк нашелся возможность диагностики пола по неполовозрелым скелетам это трудная задача и поэтому она делалась в избранных учреждениях в частности в нашем центре в экспертно-криминалистическом центре в других местах все шлукно вот и в этом случае в большинстве мы имели рентгенограммы и во всех случаях была установлена половая принадлежность была установлена возрастная их принадлежность ну и другие характеристики и проведена идентикация другим местом где возможна идентикация ввиду многообразия различных признаков это так называемый турецкая седла ну есть методика определения определения личности уже с использованием вот 3D компьютерных технологий эта методика была использована во время чеченских событий для идентификации личности погибших военнослужащих которые имели флюрограммы или рентгенограммы и эту методику она была компьютерной уже разработал директор нашего центра 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 профессора Ковалев методика очень хорошая в том случае если имеется травма а у Менгеля была такая травма мы думаем что в картотеке СС наверняка были рентгенограммы только до них не докопались возможно идентификации личности по конкретной картине деструкции того или отдела костей вопрос также решается с высокой долей вероятности то же самое касается стоматологической идентификации метод достаточно хорошо и давно используется в экспертной практике вот существует вот такая вот система сбора идентификационной информации по зубам всех зубов не обязательно иметь можно иметь 4-5 зубов результаты вот тех исследований которые были проведены у нас в отделе говорят если 4 зуба обнажены в улыбке то и есть другая фотография этого человека тоже в улыбке то вопрос решаться будет абсолютно достоверно он или нет дерматокритика это узоры гребешковой кости которые располагаются на пальцах располагаются на ладонях располагаются на стопе то же самое подошва и на пальцы этот метод очень широко использовался до 27-го года при экспертизе спорного отсутствия поскольку предполагалось что ребенок наследует узоры те или иные либо преимущество от отца либо преимущество от матери либо от того и другого но в 27-м году показалось что другие методы более просты в частности исследования групповых признаков личности по системе АВ-0 по системе лекситарных или сыворочных систем дают ту же самую картину от метода драматографики в 27-м году фактически отказались существовал нашими сотрудниками были созданы картотеки дактилоскопические картотеки для Мура и в частности профессор Семеновский это наш сотрудник это долгое время курировал его книга была издана в 24-м году он блестяще знал английский язык немецкий язык стажировался в Германии у Ашхо в последующем он сыграет достаточно значительную роль при экспертизе Адольфа Гитлера вернее той части черепа которая будет обнаружена через год после исследования его остав вот в России вернее в Советском Союзе эта методика впервые была отработана по спорному отцовству у нас в Адите и выполнил ее наш заучный аспирант сейчас он работает в Твери начальником бюро и в ходе этой экспертизы этого исследования защитил он в 2001 году в начале в январе 2001 года и это исследование легло в основу экспертиз по идентификации врачния лактрупов нескольких врачния лактрупов так что она вышла за пределы установления спорного отцовства и перешла в экспертизу идентификации личности в дальнейшем этот метод взяли на вооружение 124 лаборатории это Ростова на Дону и сделали мощный рывок разработав способ идентификации личности при массовом поступлении трупов трупы поступали как правило неопознанные накатывали руки накатывали ноги и делали компьютерную базу данных родственники когда приезжали то первое что их просили это опять позволить получить дерматоглиф от них и по базе данных смотрели найдут или не найдут очень близкие отпечатки вот этот способ был очень эффективен в то время потом присоединилась молекулярная генетика и другое молекулярная генетика дает возможность по крайней мере в то время проводить идентификацию личности в том случае если есть объекты сравнения если объекты сравнения нет то бесполезно если труп обуглен сожжен атермическая травма как правило в танках как правило имела место то в этом случае очень часто сохранялись подошвы ног в обуви она как правило предохраняла от горения и дерматоглифика как таковая была достаточно эффективно видна ну а теперь мне бы хотелось очень быстро рассказать вам об одной блестящей об одной дистящей экспертизе которые проводили по поводу одного из гитлерских врачей нацистов которые оставили свой след в лагере Освенцим и других местах речь идет о Йозефе Менгеле Йозефа Менгеле очень тщательно искали после войны но так и не нашли имелась прикидка что он мог находиться там 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 в латинской Америке но вышли на его след вернее на его могилу только в 85 году известно что он утонул или умер от инсульта во время купания его захоронили под другой фамилией через какое-то время стали интересоваться и вышли на тех кто хранил его они сразу сказали о том что они для похорона использовали карточку которую индифекционную карточку которая была у них труп был их сгубирован вот это биография Менгеле в лицах верхний ряд это молодой это во время нахождения наверное концлагеря освенцем это ему где-то в районе 26-28 лет характерная особенность видеть наличие промежутка между верхними резцами это называется диастема это признак характерен для европеоидов он часто встречается у Аллы Борисовны тоже диастема была когда она молодая сейчас это трудно увидеть а вот нижний ряд это Менгеле в бегах вот крайне крайне левая это фотографии из паспорта в Аргентине а вот более поздние фотографии это уже он в Бразилии вот вот на этом слайде показано показано под каким именем он был и какого числа авторитетная группа судебно-медицинских экспертов из Германии Соединенных Штатов и Бразилии провела его исследование вот справа это краткие сведения о Менгеле с его автографом из нее видно что у него есть сын было две жены а вот это было как раз в момент эксгумации общественности показывают прямо там на кладбище показывают череп врача-преступника Менгеле исследование проведенное касалось только одной системы признаков но вы уже знаете это исследование по зубам вы конечно спросите а зубов практически не видно там протез протез касается верхней челюсти а нижней челюсти это его собственные зубы так что по ним проводилась идентификация и именно на основе стоматологического статуса было впервые сказано о том что это останки принадлежат демиджат демиджатом а вот это первая публикация о находке и о результатах идентификации это публикация 85-го года но засомневались засомневались не специалисты и решили обратиться к очень известному генетику Джефферсон Джефферсон это один из тех кто разработал методику так называемую геномную дексиноскопию которая сейчас широко используется по сути дела при всех сложных случаях она использовалась и при идентификации царской семьи но в то время речь шла только об исследовании метакатриальной ДНК у Джагриса были сравнительные объекты исследования это образцы крови жены и сына Менгеля а вот что касается ДНК из костей то оно бралось из среднего отдела бедренной кости были проблемы ДНК очень сильно деградировано мало клеток но методом апплификации количество объем клеток подлежащих генетике был увеличен ну и показано что действительно действительно у сына имеется если представить в форме лестницы с перекладинами у сына имеется 10 перекладин полностью совпадающие с этими перекладинами в ДНК вот того человека которого идентифицировали и Джеффрис написал что данные останки принадлежат отцу сына фрау Менгеля понятно да? отцу сына фрау Менгеля то есть тем самым он обозначил полностью то что мы называем семейным приплетом а вот какова вероятность должен сказать что это 85-й год это первые шаги частоты встречаемости этих аллелей еще не исследованы в популяциях и впервые Джеффрис написал что возможность ошибки ошибки в этом случае возможно только в одном случае из 1800 европеоидов вернее он написал кавказоидов поскольку в англоязычной литературе считают что европеоиды со знаком качества это на Кавказе кавказоиды идентификация методом геноидоктилоскопии была опубликована несколькими годами позже в 2002 году и я когда готовился вот к нашей встрече не удумевал почему же так получилось что в 85-м почему он сразу не опубликовал а дождался вот этого времени ну наверное были какие-то причины основная причина не до этого ему было он сказал и успокоился у него других было проблем много медико-антропологическое исследование его выполнил специалист очень близкий к нам по методам исследования и по аппаратуре исследования речь идет о профессоре Хеммере в то время он был ассистентом еще профессора но то что он сделал для того времени это чрезвычайно чрезвычайно оценно он использовал не только методики исследования костей полномобильные он позаботился и об объектах сравнения и не только имел в своем распоряжении расовую программу из архива СС на самом деле эта программа чрезвычайно многогранна и она гораздо больше чем то что взял Хеммер но наверное ограничил он потому это его публикация публикация 1987 ограничила потому что все-таки 30 лет прошло с того времени судебная медицина в 85 году была немножечко другой чем сейчас например в расовой карте написан соматотип а Хеммер соматотипа не взялся потому что не было методик а такая методика сейчас есть в расовой карте было написано что он от литой телосложения но все-таки жировым компонентом его масса тела 77 килограмм да но Хеммер не определила массу тела а масса тела методика отработки массы тела была в России создана профессором Дэвидсом Георгием Францевичем в 64 году не знает он эту методику и вообще они плохо ориентируются в нашей литературе они больше по своей методика была и мы эту методику Георгия Францевича Дэвидса применяем в своей практике но он молодец кроме этого он собрал информацию из медицинских документов нашли эти медицинские документы касающиеся травм касающиеся его болезни Менгеле красающиеся воспоминания близких людей которые жили неподалеку или вместе с ним и он эти данные использовал возможность идентификации только тогда высока когда имеется очень широкий круг объектов сравнения не важно какие что касается экспертизы то она сделана в классическом варианте кроме объектов сравнения она касалась определения групповых признаков личности пол длина тела возраст окружность головы но по окружности головы в то время методики определения прижисленных характеристик не существовало она была создана в 99 году он ее не знает и поэтому не исследовал тоже если говорить если говорить о методиках диагностики возраста то прямо скажем это методики в настоящее время уже давно стали архаизмом мы перешли уже на совершенно другие методики он использовал фактически все что можно сделать путем измерения черепа и костей это носит название краниометрических хослометрических признаков и это дает возможность уже сейчас добавить к тому что он в свое время говорил очень много но основная роль его заключается в том что он проанализировал очень тщательно внешне опознавательные особенности череп портретной особенности одним из первых он стал использовать стандарт толщин тканей которые в виде столбиков наклеивались в определенные точки таким образом стало возможно сопоставление не черепа а как бы реконструированного облика с высотами точек по отношению соответствующих фотографий и здесь возможно было исследование в различных ракурсах положениях ну вот вы видите на этом снимке что нижние зубы сохранились достаточно хорошо что действительно эксперты которые проводили первыми они в рамках разумной достаточности сделали все возможно на этих слайдах показано какие признаки личности он исследовал и по каким автором он определил очень хорошее совпадение этого человека по родству поскольку в архивах его четкие ростовые характеристики 174 сантиметра были зарегистрированы когда ему было 27 человек определил в известном пределе возраст от 61 до 74 лет а Менгель скончался в возрасте 68 лет но возраст это такая материя которая очень сложна и точность определения возраста на всем протяжении жизни одинаковая но в различных периодах человека абсолютные значения разные если это кости плода или новорожденного то точность определения примерно 1 месяц это сопоставимо с величиной 1 к 7 если человеку 14 лет подростку 14 лет то точность примерно тоже 1 седьмая возраста определенного по модели ему либо минус 2 12 либо 16 похоже а если человеку 70 лет то берем 1 седьмую ему может быть на вид либо 60 либо 80 тоже нормально правда и при визуальном опознании это легко улавливается 2 седьмую область обнаружил он и следы травмы которые были зафиксированы зафиксированы по отношению травмы правой тазовой кости в области которые служат как бы впадиной для головки бедренной кости здесь имеется отрыв верхней стенки верхнужной впадины и задней имеются дневниковые записи в Менгеле где он говорит что моя нога стала отклоняться в сторону и несмотря на то что я старался через боль своей походке придать прежний вид мне это не удалось и вот эта патология прослеживалась у него на самой смерти и она зафиксирована как то что мы называем броской примет а вот в отношении вот этих позвонков это третьи четвертые поясничные позвонки Хэммер написал о том что это дегенеративные дистрофические изменения да но вследствие чего он не написал а здесь видно что правая сторона третьего верхнего позвонка и левая сторона они различны они различны по высоте и различны по конфигурации слева более прямая конфигурация а справа дугообразная что это такое это компрессионный перелом это вероятнее всего вслед то есть той травмой которую он получил и по отношению к тазвыкости как это могло сказываться могло сказываться с этим жить можно но перемена погоды это активное движение все таки это ограничено а при перемене погоды более а вот это вот результаты компьютерной суперимпозиции в том варианте в котором предложил Хэггер дело в том что судебные медики свою литературу смотрят и один из судебных медиков по-моему Ангел Сакс сказал а ведь вы не сослались на автор кто первый это сделал а в своем заключении он пишет да мы эту работу знаем но посмотрите что в 77 году была опубликована у нас в немецкой литературе работа где я являюсь автором как раз касающейся этого медики я думаю он снял это заражение это действительно так я сегодня был поражен качеством вот этих фотографий которые увидел на третьем этаже по-моему на пятом это блестяще и сразу поинтересовался кто это делал узнал это пасем я попросил не знаю удастся ли нам получить эти фотографии и первые моменты их сгумации останков но все эти вещи чрезвычайно для нас важны мне например очень хочется написать статью и воздать должное тем экспертам которые это сделали они сделали очень большую работу под названием ретроспективный анализ экспертизы Менгеле с теми вещами о которых я говорил вот тогда не сделано это было то вот тогда он не обратил внимания на другое 30 лет прошло судебная медицина сделала очень большой рывок молекулярная генетика сейчас не похожа на свое начало где решался только вопрос помочь родства по материнской линии или спорного отцовства только для тех случаев когда весь семейный приплет в экспертизе царских останков использовалась уже не метах андреальной и ДНК а ДНК или хромосон где возможно установление родства по мужской линии и было сказано что останки сожженного мальчика и останки скелета номер 4 это императора соотносится как отец и сын с такой-то вероятностью она существенно превышает значение 10-11 степени а исследуя следы крови на рубашке которые обнаружили в эрмитаже следы крови это Николай Александрович получил в городе Ицву когда на него напал местный полицейский удар и положил это все сохранилось то возможность идентификации человека по следам крови там получила совершенно невероятную и конституционную значимость это 10-25 степени я говорю о том что о тех шагах которые сделаны молекулярная генетика уже решает вопросы или подбирается к вопросам установления возраста поскольку чистота мутации в ДНК в какой-то степени коррегирует с возрастом человека значит пройдет еще несколько лет и молекулярная генетика внедрится в этот новый вопрос или установление вероятной территории проживания пока еще в достаточно широком регионе пока мы методами спектрального анализа это поточнее делаем но это вопрос времени совершенно недавно я увидел одну экспертизу сотрудника бывшей 124 лаборатории Ростова-на-Дону где он решал вопрос о давности возникновения генотипа вот этого человека по костным остаткам это штучные экспертизы они чрезвычайно интересны и это развитие будет продолжаться и там и там мы видим возможность улучшения крайне официального идентификации через 3D технологии как в части измерительных характеристик так и в части сравнения вопрос этот будет решен уже в самое ближайшее время а это очень быстро я пролистаю различные ракурсные положения а вот здесь вот совершенно другое это он сделан позднее 87-го года мы это отследили я отследил достаточно давно из его книги книга была издана по моему в 87-м году и подарена одному из профессоров которого я хорошо знал это профессор Найнис он специалист нашего профиля который незадолго до смерти подарил мне книгу я передал эту книгу еще кому-то и она у меня исчезла но я успел это сделать и это хранилось вот до того момента пока я не узнал что это интересует вас это очень хорошие прорисовки они качественные ну и так получилось что вот этих вот прорисовок я на третьем этаже пока не увидел а это итоги это сопоставление то того что мы знаем по Менгеле и то что было получено блестящим судебным медикам медицинским антропологам по английски это forensic anthropology да это хендер я получил очень большое удовлетворение работая в очень сжатые сроки по этой проблеме у меня появились какие-то обиды на это то есть экспертиза продолжается я думаю что так или иначе мы выйдем на исследование этих костей такие кости не исчезают и мы можем сказать об этом человеке но с позиции сегодняшнего развития нашей специальности а лет где-то через 30-40 уже вы услышите другого вектора который будет говорить о тех о грехах которые он увидит вот в этих работах это нормально именно наука развивается благодаря вот таким таким случаям благодаря исследованию царской семьи благодаря исследованию Андрея Боголюбского благодаря исследованию родоначальника города Москве Андрея Боголюбского то есть просите Юрия Долгорукого и его сыновей влево его сестры именно это представляет большой интерес для широкой общественности а мы занимаемся нашими обычными делами которые касаются идентификации которые касаются необходимости воссоздания портретных особенностей в том случае если череп разрушен но мы это отсылаем для того чтобы это стало предметом узнавания этого человека и в последующем его идентификации ну и в заключение мне бы хотелось поблагодарить организаторов нашей сегодняшней встречи и сказать им большое спасибо мы готовы к сотрудничеству спасибо и вам спасибо спасибо спасибо